Армсездар, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск социально-телевизионного проекта АСАР и ее ведущая Санья Идрисова. В каждом нашем выпуске мы призываем вас, уважаемые телезрители, помочь, у кого есть возможность, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. К нам в студию обратилась мать троих детей Анна Лапшина. По словам женщины, ее семилетнему сыну Диару Хамитову требуется лечение в Турции. У мальчика ранний аутизм, тромбоцитопатия и ряд сопутствующих заболеваний. В этом году ему уже была проведена операция, но вот уже более трех месяцев у ребенка держится сильнейшая температура и судороги. Установить диагноз пока никто не может. В клинике Турции семье пообещали провести точное обследование и лечение. Стоимость составляет 22 630 евро. О своем отчаянном положении семья поделилась с нашей съемочной группой. Семилетний Диар – средний ребенок в семье. Он рос, как все дети. Никаких проблем со здоровьем, по словам его мамы, не было. Сидеть ребенок начал в 5 месяцев, ходить к 10. Первые слова прозвучали в 9 месяцев. Все началось в полтора года после прививки. Как потом выяснится, именно в этот момент у Диара протекала ветряная оспа. Без явных признаков в виде высыпания по телу. Реанимация, затем инфекционное отделение, и ребенок находился в тяжелом состоянии. Перестал кушать, как-то реагировать, не разговаривал. На протяжении пяти лет семья вела борьбу за полноценную жизнь ребенка. Реабилитации, дефектологи, занятия дома, постоянные прогулки, занятия спортом, плаванием и многое другое. А в 2017 году Диару поставили диагноз «детский ранний аутизм», который подходит под инклюзивную программу в обычную школу. Но в ноябре того же года мальчика госпитализировали в областную больницу. Диагноз киста правой почки, тромбоцитопатия и другие сопутствующие диагнозы. Начались бесконечные обследования. Именно тогда мама Диара, Анна, нашла клинику в Стамбуле, которая провела операцию ребенку. 4 августа мы ездили на контроль в Турцию. То есть мы проходили до этого лечения. С 2017 года он совсем заболел. У нас была тромбоцитопатия, тромбоцитопения. Здесь нам предлагали только поддерживающую терапию, так как считается, что это не лечится. Но ежедневно у нас постоянно появлялись синяки и были кровотечения носовые. Нужно было что-то с этим делать. Мы нашли клинику в Турции. Нам предложили лечение. В апреле 2018 года мы поехали на лечение. Мы его прошли. Все было великолепно. Но в июле нам нужно было поехать на контроль. В середине июня у нас начались проблемы с ногами. Мы незамедлительно не ждали квоты никакой. Потому что, чтобы добиться квоты, это у нас толка обычно. Мы не ждали. Мы собрали то, что у нас было. И мы поехали в Астану. В Астане нам сразу сказали, что нужно ставить металл на коленные суставы. Мы от этого отказались и решили в Турции показать. Так как мы знали, что мы поедем на контроль. Приехали на контроль. Сдали кровь. Все у нас было в норме. По ногам нам сказали, что нам пропишут лечение и будет восстановление. То есть операцию не нужно было делать. Мы это все взяли, довольны. 3 августа пошли на прогулку. Так как давно не гулял в Нигде Диар, решили пойти прогуляться. И когда мы пришли домой, у него начался сильный жар. У него начались судороги. И мы попали в Турцию в реанимацию. Нам дали предписание по месту жительства и мы уехали. Мы поехали в Омск. Так как мы знали, что здесь у нас сильных гематологов нет. Как читаем, мы поехали в Омск, чтобы нам сделали колоноскопию, эголоскопию. То есть все назначения, которые нам сделали турки. Но когда приехали мы в Омск, нам отказали. Потому что температура сохранялась до 40. Это высокая. То есть ее могли сбивать, но ничего не выходило. Через какое-то время семья съездила в Алматы, где мальчику поставили цитомегаловирусную инфекцию. Если обычно у людей в организме его 3-4 титра, то у Диара он составлял 320 титров. Усиленное лечение, дорогие препараты ничего не дали. Ребенок продолжает температурить. Постоянно случаются судороги. Кстати, как говорит мама, после проведенной операции в Турции, ребенок наконец-то стал кушать, играть с детьми, общаться. Появился прогресс. До этого момента Диар был замкнут в себе. Ни с кем не общался, пил исключительно одно молоко. Тогда же и в Турции врачи заподозрили причину, почему у ребенка температура. Но для подтверждения диагноза необходимо провести обследование. А потому родители Диара надеются сейчас именно на это. Ведь на сегодня все врачи разводят руками и не могут помочь их ребенку поставить точный диагноз. У турков было предположение, что может быть что-то по генетике еще есть. Скорее всего, не вот этот диагноз. Да, что-то другое. А что нужно выяснять. То есть у нас-то есть диагнозы, вообще выставлены. У нас есть тромбоцитопатия, тромбоцитопения. Потом у нас есть сексообразное расширение коленных суставов. Потом получается, но аутизм у нас неизлечим. Получается, у нас приобретенное. Сам Диар, когда чувствует себя хорошо, с удовольствием занимается. Читает, проявляет усердие и терпение к учебе, к новым знаниям и открытиям. Спасибо всем за поддержку меня. Дорогие окмолицы, прошу вас оказать нам материальную помощь. Для нашей семьи эта сумма уже не посильна, потому что все, что было, мы уже на самом деле продали. Когда еще до этого проходили лечение. С каждой копейки собирается море. Просто говорить чуть-чуть тяжело, но выбора, когда нету. И когда ты смотришь, как твой ребенок мучается, обращаться мы можем только к народу. Если вы, уважаемые телезрители, готовы принять участие в судьбе Диара, помочь ему, то вот реквизиты для перевода. Сейчас они появятся на ваших экранах. Как говорится, из капли рождается море. Мы очень надеемся на вашу помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В настоящее время семья уже вылетела в Турцию. Сейчас они находятся в пути. И надеются на вас, на целую армию отзывчивых телезрителей. Не оставайтесь в стороне. Сейчас Анна Лапшина запустила марафон. Один шаг – 500 тенге. Всего надо 14 300 таких шагов. На сегодня на счете у Диара 2 миллиона 737 тысяч 642 тенге. Осталось 6 миллионов 763 тысячи 695 тенге. Огромная сила человеческого духа сильнее любого заболевания. Победа там, где вера. Вера в лучшее. Ну а мы будем и дальше, уважаемые телезрители, рассказывать о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кому еще нужна ваша помощь. Ведь именно ваша поддержка – частая, единственная надежда для сотен семей – сделать ребенку спасительную операцию, поставить человека на ноги, научить его улыбаться, вернуть здоровье и красоту. Творите добро! Творите добро вместе с нами! Субтитры подогнал «Симон»